Привет! Если вы попали на это видео, значит восстановление и как похудеть для вас тема очень актуальная. И сегодня я хочу поделиться именно своим опытом, как у меня происходит это, с чем я столкнулась, с чем я боролась, с чем до сих пор, возможно, борю. Я рассказываю именно свое мнение на этот счет, я никого не учу, не лечу, просто делюсь, как со мной это было, ваше уже право принимать это или нет. На данный момент я вешу 56 кг при росте 1,64 кг, это еще много, но я никогда не была сильной худышкой. Я очень хорошо выгляжу при 53-54 кг, то есть 2-3 кг, мне еще нужно сбросить, но тот результат, который я сейчас уже достигла, он мне не то, что удовлетворяет, он мне нравится. Я вижу, что происходит, я готова дальше работать над этим, и вас ко всему этому призываю, хочу быть тоже неким мотиватором. 4 месяца назад, когда я снимала первое свое видео, я там рассказывала, как тяжело мне все дается, что результаты идут очень-очень медленно, и я кормлю ребенка, поэтому гормоны еще в своей активной фазе, поэтому, возможно, все так медленно. И действительно, когда я закончила ребенка кормить, это было в 10 месяцев его, после этого, буквально через 2 недели результат пошел. Но я опять призывала всех девочек к тому, что сначала нужно вырастить, откормить ребенка, потом заниматься собой. Но, естественно, мы никто, мы все пытаемся геройствовать, мы все пытаемся быстрее-быстрее восстановиться, потому что много картинок, как девушки красивые, только вот она вышла из роддома, она уже вся красотка, и мы хотим быть такими же. Но, неважно, рассказываю я именно о себе. За беременность я набрала 16, ой, нет, 14 кг, где-то 71 кг я пошла рожать, а забеременела, получается, в 57. На данный момент я вешу где-то 56,5, что уже ниже до того, как я забеременела. То есть, аллилуйя, результат я все-таки, вот еще раз повторюсь, есть. И сейчас я вам с вами буду делиться, как это происходило. После того, как я закончила кормить, я решила попробовать висаться в эту авантюру, такой марафон своеобразный совершить, как 21 день без сахара. Это очень популярная на просторах интернета вещь, где ты должен отказаться от рафинированного сахара. Повторюсь это слово, рафинированный, потому что, когда я в инстаграме говорю, что я отказалась от сахара, меня многие отдергивают и говорят, что я не отказалась от сахара, потому что я все в мельцевионе оставила фрукты, ягоды, и там содержится сахар, поэтому полностью, так сказать, сказать, что я отказалась от сахара нельзя. Но я убрала продукты, в которых содержится сахар, что это? Честно сказать, это 80% магазина, то есть без сахара где-то 20% всего остается. Если вы возьмете любую упаковку, даже, я не знаю, что взять, вам кажется, что там нет сахара априори, но он там есть. И я, знаете, такая волевая, и если я уперлась, то я хочу довести это дело до конца, то есть я поняла, что 21 день это не так сложно, если я не смогу, то на 22 день я схожу и куплю все свое сладенькое, вкусненькое, но я поставила себе цель, что я смогу выдержать этот 21 день, потому что привычку человека тоже вырабатывать за 21 день, и все началось. Честно сказать, первые 2 дня или даже 7 дней мне было сложно. Я помню, как я покупала сыну зефир или мармелад, и вот я пыталась пальчиками края общипать, как бы это сейчас глупо не случало, я вот этот сахар прям пыталась его поесть, но не ела сладкое. Вот, через 21 день я поняла, что я привыкла, все, то есть я поборола в себе, у меня нету проблем с выпечкой, либо прямо вот с очень сильно сладким, но поверьте, когда ты не ешь сахар в других продуктах, твое тело абсолютно круто меняется. В чем я это заметила? Целлюлит. Первое, что я заметила, это целлюлит, его стало в разы меньше. Несмотря на то, что я хожу в зал, раньше я тоже ходила в зал с первой беременностью, и такого состояния ног у меня не было, так как первый раз, когда я летала отдыхать, будучи 4 месяца только как родила, у меня нет ни одной фотографии с пляжа, потому что там просто караул. Вот, сейчас я могу ходить в шортах до такой степени, потому что я адекватно отношусь, мне не нравится, когда люди ходят в шортах, но при этом все меня жирами своими трясут, если это выглядит некрасиво, я не буду их носить. Вот, поэтому сейчас я смогла носить шорты, и для меня это прорыв. У меня есть небольшое правило похода в магазин. Если ты не можешь это не съесть, то есть себя сконтролировать, не покупай. Для меня это отлично работает. Если я знаю, что это не относится к сладкому, помимо того, что я убрала сладкое, остался мед, который я заменила, и вот с медом у меня есть проблемы. У меня, в принципе, есть проблемы, знаете, ни с чем. Не с то, что я люблю очень сладкое, а в количестве. Если я купила пачку зефира, мне нужно ее сразу съесть. Если я купила пачку чего-либо, я не могу, знаете, оставить там, съесть две конфетки и отложить. Мне надо съесть, сколько есть, столько есть. Если я стала понимать, что я ем чуть больше этого меда, чуть больше, чем нужно, то я просто перестала покупать банки. Покупаю маленькую, которой мне хватает вот на буквально несколько раз, потому что я не могу пока, это в принципе по жизни моя проблема, не обязательно, что связано с сахаром. Вот если это стоит, мне нужно довести это до конца. Не знаю. Вот с этим я до сих пор еще борюсь. И что у меня записано про сладкое? Что я сейчас ем вместо сахара? Я ем бананы, в небольшом количестве, только утром, с овсяно-блинчиками своими любимыми, финики, тоже, знаете, которые я покупаю на развес, которые не в сахаре, мед, инжир и фрукты. Фрукты, я не ем виноград, я ем только яблоки, груши, когда мы ездили отдыхать, я ела ананас, манго, ну, сладенькие такие фруктики. Итоги я себе выписала. Как я раньше сказала, стало меньше целлюлита. Нет, вздутие в животе. Раньше это было. Сейчас я просыпаюсь голодная, выспавшаяся. Это прям вот, ты думаешь, просыпаешься, думаешь, сейчас я пойду позавтракаю, мне будет вкусно. Нет вот такого, знаете, когда просыпаешься и тяжесть. И тяжесть, кстати, у людей, как правило, бывает не от того, что они что-то тяжелое съели, это понятно, а если еще ты поздно поел. Ускорился метаболизм. Вот прям это точно, четко тоже могу сказать. Если ты ешь часто, по чуть-чуть, и метаболизм разгоняется просто великолепно. Когда мы были сейчас на отдыхе, я четко заметила, что там был шведский стол, что из этого всего можно даже 10%, ну, наверное, 15%. Все остальное содержит в какой-то той или иной мере в себе сахар. И, честно сказать, я на отдыхе похудела еще на полтора килограмма. Нет, осталась совершенно нормальная еда, курица на гриле, рыба, овощи какие-то. Но у меня там ушло все сладкое, вот даже в том количестве, что меда там даже не было. И правда, как же я себя там великолепно чувствовала. Вот правда, это просто нужно каждому прочувствовать. У людей есть страх, непонимание и боязнь того, вот что-то в себя впустить новое. То есть я призываю попробовать пожить без сахара, и некоторые люди начинают реагировать. Ты вот, зачем это надо, на 22-й день ты сорвешься. Если ты ешь все равно мед, это значит, ты хочешь сладкого, за всем тебя насиловать. Но так как я вижу, честно, девочки, в себе результат, я вижу, как меняется мое тело после того, как я это начала, потому что сейчас уже пошел третий месяц, как я без сахара. И поверьте, я обхожу спокойно сладкое, мне его не хочется. Я не знаю, как это донести. Если я хочу сладкое, у меня есть определенные продукты. Возможно, я себя запрограммировала так, я не знаю. Но я не покупаю при всем при этом никакие замены вкусняшек, ни сайхерп, ни батончики, ни протеиновые, нет. Потому что, мне кажется, мозг все равно воспринимает это как сладость, всякие шоколадки правильные. Нет, я этого не делаю, дабы себя вот тоже не мучить. Я не использую фитпарад, я не использую стевию. Как-то я себя запрограммировала, и я отобрала именно те продукты, которые доставляют мне удовольствие. И мне с этим очень комфортно и живется, и мне это не доедает. Знаете, есть такая фраза, попробуй прочувствовать свой организм, пойми, что нравится твоему телу, что не нравится, когда ты ешь. Честно, вот 27 лет я пока еще не особо поняла, что мой организм хочет, но четко могу сказать, что у меня, я не очень дружу с молочкой. У меня непереносимость лактозы, и поэтому я ем молочку, но очень мало. Я раньше даже ела безлактозное, но сейчас я просто, если даже мне хочется где-то добавить или курицу замариновать в кефир, я могу это сделать, но не часто. Это единственное, на что я понимаю, мой организм не любит. Все остальное, мне кажется, больше зависит не от того, как воспринимает мой личный организм, а в количестве. Если я переем, то мне будет дурновато. Если я съем норму, то я чувствую себя прекрасно. Тоже частый вопрос, хочется ли мне сладкого? Хочется. Я просто безумная сладкоежка. Если кто-то сейчас мне скажет, что если ты отказалась от сладкого, значит ты не настолько сладкоежка, поверьте, я очень сильная сладкоежка, но при всем при этом я очень упертая. Если мне нужно отказаться, я откажусь. Также хотела сказать, что все дело с нашей головы. И мы очень многие думаем, что мы чего-то не сможем. Не обязательно с питанием, в принципе в жизни что-то мы не сможем. Но как только вы попробуете это сделать, как только вы получите результат, например, я сейчас говорю о еде, когда вы получите результат на вашем теле, как вы увидите, у кого-то там акне пропадают, лицо ровнее, даже на такие мелочи, вы увидите, как все идет, как очищается ваш организм, он вам скажет спасибо, а вы скажете спасибо в зеркну, как вы выглядите, и вам поверьте, не захочется есть какую-то дрянь. Я вообще не пью никогда соки, никогда не пью газировку. Что касается алкоголя, то я вообще его не пью, но если мы сейчас ездили на Новый год, я выпила бокал шампанского, ничего страшного в этом нет. Если вы выпиваете лучше, вы можете выпить бокал шампанского, либо вина, но при этом еще не хомячить. Также хорошее правило приучить себя делать заготовки продуктов, заготовки в контейнеры дня на три, чтобы когда вы приходите, открываете холодильник, либо идете на работу, вы сберете этот контейнер, и вам не хочется ничего лишнего. То есть вы сами себе заранее продумайте, потратите там два дня в неделю на заготовки, потратите время, продумайте себе меню, и вам не захочется ничего лишнего, потому что вы посмотрите, и фрукты у вас будут сладкие, и мясо у вас будет, и не забывайте про гарниры в виде гречки, не ешьте белый рис в виде гречки, иногда макароны, вы сами себе составьте полноценную еду, но не забывайте про портии, портии должны быть небольшие, и вам не захочется ничего лишнего. Вообще вы меня поняли. В конце я сейчас хочу вам поставить аудиозапись от моего тренера, которая буквально на днях мне сказала, и вас тоже на кое-что смотивирует. Еще где-то добавить, что в период с 11-12 до 2 ночи выделяется соматотропин, который, собственно, и отвечает за, ну, грубо говоря, жиросжигание. Ну, собственно, если ты поспал в это время, то у тебя во сне выделился этот гормон, вот именно в эти часы, и тогда твой организм будет счастлив и будет худеть нормально. Ну, и в конце она добавила, что если ты не досыпаешь, ты будешь доедать. И хочется сразу же вставить вот такую картинку, я вам сейчас ее вставлю. Пожалуйста, соблюдайте ее, потому что она в 80 случаях, вы сейчас каждый увидите себя в ней. Спасибо большое, что посмотрели это видео, я надеюсь, кого-то направило в нужное русло. Никогда не сдавайтесь, даже если вам кажется, что вы никогда не похудеете, это все фигня, потому что нужно с собой бороться, и это все получится. Поэтому 21 день без сахара, если у кого-то есть желание, попробуйте, попробуйте отказаться от рафинированного сахара и посмотреть, что с вами будет происходить. Да, это не легко, но это работает. Девочки, вы все красивые, все красивые, все красивые по-своему. Я призываю мамочек, кто еще кормит, пожалуйста, не занимайтесь ерундой, сначала мы откроем нашего ребенка, еще раз повторюсь, а потом будем заниматься собой. Я в 10 месяцев закончила, и потом, вот через сколько, 3 месяца результат пошел. Не так долго, то есть 8 месяцев, я там что-то пыталась, что-то как-то тренировалась, думала, да, естественно, тренировки нужны, но результат, который потом хороший такой будет, он после того, как завершите грудное оскармливание. Далее я уже буду снимать следующее видео, когда я буду какой-нибудь фитоняшкой, когда я буду хоп-хоп, шучу, просто когда я уже добьюсь до 54, мы встречаемся с вами в следующий раз. Все.